Донской атаман Победу одерживает Султан Альбакута! Зрительный зал скандирует Рязань. Речь победителя москвича никто не хочет слушать. Результаты боя явно противоречат здравому смыслу и тому, что зрители только что видели своими глазами. Однако объяснение происходящему сразу же последовало от руководителя промоутерской компании по ММА Донской атаман и вице-президента Федерации ММА Воронежской области Антона Фетисова. Вы можете кричать, можете показывать некую культурное поведение. Это лицо. Вопросов нет. Я могу сказать одно. Этот человек, который вышел из клуба арта сейчас, вышел под музыку мой король Люцифер. Ничего. Ничего. Завтра мы выйдем под музыку мой король Чикатило, мой король Гитлер, мой король еще. Я могу сказать одно. Не за это умирали мои предки. И вот мои друзья-горцы поддерживают меня, чтобы у нас проставляли сатану. Итак, победа в спортивном турнире, где результаты по идее определяются спортивным мастерством, как выяснилось, зависит не только от умений, навыков и подготовки противников. Красивая традиция выходить в октагон под музыку в мире единоборств существует давно. Каждый боец выбирает композицию, которая настраивает его на нужный лад, успокаивает или наоборот ободряет, а может быть просто нравится. И ограничений или регламентов нет. Скажем, на том же турнире бойцы выходили под композиции, в которых использовалась ненормативная лексика. Представитель Рязанского клуба арта Михаил Коробков выбрал композицию метал-рок группы «Коррозия металла» – песню «Люцифер», написанную в 1988 году. Просто мне нравится эта песня. Там очень классная мелодия, очень классная игра на электрогитаре, которую я обожаю. В смысле электрогитару обожаю. Ее звуки дивные. Сам мечтаю научиться играть. И если я пройду в каком-нибудь магазине и буду стоять электрогитара, я обязательно возьму ее в руки и потрогаю. А то, что там слова, не слова. Я просто выбрал песню, в которой русские слова. Просто было понятно. Да и вообще она должна быть устрашающей, гневной. И вообще это шоу. Я вышел, устроил шоу. По-моему, это офигенно получилось. Музыку обычно присылают заранее. Боец не сам вставляет флешку куда-либо и выходит под то, что ему в голову взбредет. А все это приходит на утверждение за определенный срок, за месяц, за неделю. Организаторы были извещены об этой песне. Ситуация взорвала интернет. Спортсмены, болельщики, любители единоборств всей страны комментируют информацию, которую один за другим выкладывают главные спортивные паблики о единоборствах. Интервью с Михаилом и подробный разбор истории опубликован на всероссийском ютуб-канале «Вестник ММА». И который день страсти вокруг рязанского бойца Люцифера, невольно оказавшегося втянутым в противостоянии с донским казаком, Аттоном Фетисовым, не утихают. Мы решили связаться с независимым экспертом, сертифицированным судьей ММА из Санкт-Петербурга Александром Гребневым, который рассказал свою точку зрения об исходе поединка. Спортсмен из синего угла Коробков был более разнообразен в своей технике, в том, что он показал непосредственно на ринге. Он проводил тейкдауны, он осуществлял хоть минимальный контроль, он наносил определенные стойки, плюс он осуществлял работу в партере. То есть он показал, скажем так, полный арсенал профессионального бойца ММА. По результатам трех раундов я отдал бы победу спортсмену из синего угла Михаилу Коробкову, потому что он был более универсальный. Александр подчеркнул, у каждого судьи может быть свое видение и вынести решение о победе в зависимости от убеждений можно любое. Но музыкальная композиция никогда и никак не влияла на исход. На моем опыте это тысячи поединков просмотренных. То есть были моменты, когда я просто ежедневно просматривал по 10-20 поединков каждый день. И такого, такого я не помню, чтобы именно из-за композиции, из-за композиции спортсмену присуждали поражение. Рязанская команда КСЕ «Арта» подала апелляцию. Разбирать результаты будут в Москве. Вердикт вынесут через неделю. Тренер Михаила Коробкова и идейный вдохновитель клуба «Арта» Артем Казбанов рассказал нам о своем видении ситуации. Михаил, по моему мнению, не только очень одаренный боец. Наверное, самый одаренный из тех, кого я встречал. И в этом бою он себя, наверное, процентов на 70 показал. Ну, по мнению нашей команды, Михаил победил. В этом не было сомнений. Но были готовы к такому развитию событий. Всякое бывает. И мы подали апелляцию. И эта апелляция будет рассмотрена в Москве на комиссии. Будем надеяться, что в нашу пользу. Михаил Коробков – профессиональный боец. Единоборства начались в его жизни дзюдо и самбо в 8 лет. С 22 лет занимается ММА и выступает в профессиональных боях. С 2016 до конца 2019 года был перерыв в занятиях спортом. Турнир «Донской атаман» – дебютный для бойца после возвращения в спорт. До выхода в финал Михаил одержал победу в двух поединках – в декабре и январе.